На прошлый день еще появился один очень интересный инструмент для того, чтобы мы понимали, как граждане оценивают ситуацию в нашей стране. Это рейтинг, который проводил индекс счастья, который проводил организацию объединенных наций. Это очень важно на самом деле. Индекс счастья. Индекс счастливых стран. Так вот, наша страна по этому индексу, это, кстати, вывод о наших 144 реформах, о правильном курсе, который действует власть. Наша страна оказалась самая несчастная в Европе. Она заняла 130 какие-то позиций. В Европе ни одна страна вокруг, даже Молдова, при всем, мы уже не Молдове, а Россия на 50 в каком-то месте. Наша страна на 130 в каком-то месте. Зайдите на сайт ООН, посмотрите. Алексей, как знаете, с моим поэтом, что такое счастье, это соучастие в добрых человеческих делах. В Европе там есть страны, где добывается нефть, в Норвегии они живут все неплохо. Я понимаю, но в Европе ни одна страна. То есть все страны находятся в 50-ке. Ну, большинство там находятся, или там до 100. Мы в Европе единственная страна, которая заняла такую низкую позицию. То есть граждане себя чувствуют несчастными. Из азиатских стран несчастливы и нас только Афганистан. Афганистан, не Ирак. Каждый человек кузнец свое счастье. Кое-кто кует у нас нормально свое счастье. Андрей, в Латинской Америке несчастливы украинцев только Гаити. Я не доверяю этим всем вещам. Настолько они эфемерны. Смотрите, эфемерны, не эфемерны. Счастье даже, что вы Канта любите, это не философский опрос, говорил Кант даже. То есть это категория вещи отношения к личным каким-то вещам. Без сомнения, эфемерны, не эфемерны, но это показатель тренда. То есть это показатель того, что когда у нас власть говорит о том, что у нас супер успешные реформы, не верьте каким-то популистам, и мы вообще сейчас запретим говорить, что может быть по-другому, а может быть только вот так, как мы скажем. Это абсолютно досужные разговоры. Потому что граждане на себе ощущают... Опять-таки индекс счастья в чем он стоит? В доверии к власти, к пониманию перспектив, которые имеют граждане. К готовности граждан понимать, что действительно у них есть стойкие, четкие перспективы в этой стране. И после этого, понимаете, у нас происходят вот эти фейковые нюансы, что вот там Крым, так Украина должна быть лучше России по экономическому жизни, по уровню жизни, по доходу. По индексу счастья, главное. И по индексу счастья. И сразу же все вернется. Нет, на самом-то деле. И в этом будет тогда и мягкая, и мягкая сила Украины. Софтпавы, вот эта искомая. Вот тогда оно будет. Потому что тогда к нам захотят ехать сюда. А потому что сейчас, к сожалению, демографически, мы каждый год теряем 200 тысяч человек.